Какие санкции готовы отменить ООН, чтобы вернуть Россию в зерновую сделку? На какой завод прилетел очередной беспилотник? Какие реформы нужно провести в полиции после Путина? И как прошел первый день выборов в России? Ответы на эти вопросы мы нашли в материалах зарубежных и российских СМИ. Прочитали, перевели и теперь пересказываем вам коротко и по существу. Я Анастасия Брюханова, а это новый выпуск «Объектива». Переходим к новостям. Организация Объединенных Наций, похоже, готова на многое, чтобы вернуть Россию в зерновую сделку. Журналисты немецкого Bild получили доступ к письму генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, которое он направил Лаврову, министру иностранных дел России, еще 28 августа. В письме Гутерриш предлагает Москве четыре соглашения, которые должны привести к возобновлению Черноморской инициативы. Пункт первый. Гутерриш предлагает отменить санкции против Россельхозбанка и переподключить его к Свифт. На конкретно использовать дочку банка, через которую будут проходить платежи, но при этом банковская лицензия ей не понадобится. Как пишет Bild, по сути, Гутерриш хочет использовать фиктивный банк, который позволит обойти санкции Евросоюза против российских банков. Евросоюз, по информации журналистов, в курсе этой схемы и готов сотрудничать. Пункт второй. Гутерриш предлагает в течение четырех-шести недель застраховать российские корабли, везущие удобрения и продовольствия от атак Украины в Азовском и Черном море. Помочь в этом должна крупная британская страховая компания Lloyds. Пункт третий. ООН поможет разморозить европейские активы российских компаний, которые производят удобрения. Ну и, наконец, последний пункт. Российским судам, которые провозят в продовольствие и удобрения, разрешат швартоваться в портах стран Евросоюза. Как пишет Bild, Кремль сейчас внимательно изучает предложения ООН и пока на них не согласился. Внимание! Поскольку считает их слишком хорошими, чтобы быть правдой. И вообще сомневается в технической осуществимости таких послаблений. Ну а в правительственных кругах Украины заявляют, что предложение Гутерриша – это невероятное оскорбление и награда за агрессивное поведение России со стороны ООН. По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев ни при каких обстоятельствах не вернется к зерновому соглашению с Россией на этих условиях. В России вчера начались трехдневные голосования на выборах глав регионов, местных парламентов и муниципальных депутатов в ряде регионов. Голосование будет идти до 8 вечера воскресенья. Власти активно призывают россиян пользоваться на этих выборах именно электронным голосованием. ВИА Новости сообщает, что, например, в Москве на выборах мэра электронно проголосовали уже более 1 миллиона человек. Проголосовать электронно предлагают и прямо на избирательных участках через специальные терминалы. Правда, с ДЭК вчера были проблемы. В первой половине дня избирателям не приходили СМС-ки, да и не только в первой половине дня, которые СМС-ки нужны для входа в систему голосования. Компания, которая отвечает за рассылку этих сообщений, заявила, что на нее устроили кибератаку. Есть сообщения и о других нарушениях. Где-то пытаются не выдавать бумажный бюллетень, склоняя проголосовать электронно на участок. Но при должной настойчивости бюллетень получить удается. На одном участке в Подмосковье вбросили голоса в урну. Но пока ничего выдающегося не наблюдается. Мы с вами к выборам в России привыкли, и рассказы о нарушениях демотивировать нас не должны. Еще что-то странное с электронным голосованием происходит в Ненецком автономном округе. Там проходит сразу несколько выборов на разных уровнях. В обычной ситуации вы в таком случае приходите на участок и получаете два бюллетеня на каждую компанию. Но эксперты сообщают, что вчера система электронного голосования выдавала части избирателей один бюллетень, либо другой бюллетень, а не оба. Сейчас все на панике и не знают, что делать, отменять голосование, делать новые или как-то дослать бюллетени. В общем, продолжаем следить. Я напомню вам нашу позицию насчет выборов. Надо на них идти и голосовать против путинских кандидатов. Лучше, конечно, на физический участок сходить в последний день голосования. Можно попросить бумажный бюллетень и проголосовать им. Но если не получается, приходите сегодня. А если физически не можете, голосуйте электронно. Это, кстати, можно сделать и из-за границы с помощью VPN. Голосование сейчас – это практически единственный безопасный способ протеста, который у нас остался. Так что давайте им пользоваться. Ситуация с минами и неразорвавшимися снарядами в Украине продолжает оставаться сложной. По разным данным, чуть менее третий всей территории страны может быть опасной зоной. Но, как рассказывает Wall Street Journal, работы по разминированию активно ведутся. И в этом Киеву помогают союзники. Тут важно понимать, что потенциально опасная и заминированная территория – это несколько разные понятия. У российской армии нет столько мин, что прям покрыть треть территории Украины. Однако, если, предположим, в лесу уже обнаружилось несколько мин, то весь лес объявляется сначала опасной зоной, потом разминировается. Но и плотно заминированных территорий тоже много, особенно вблизи фронта. И работать с ними приходится очень медленно. Два сапера с металлоискателями и сопутствующей техникой могут расчищать территорию размером с половину футбольного поля больше месяца. И специалистов, и техники у Украины сейчас на пересчет. В стране всего 3000 саперов и 26 машин для разминирования. Саперам приходится работать у самой линии фронта под постоянными обстрелами. Плюс бороться им приходится ведь не только с минами. Везде, где были боевые действия, остались неразорвавшиеся снаряды. Особенно много их остается от кассетных боеприпасов. Украинским специалистам в этом активно помогают западные союзники. Например, швейцарский некоммерческий фонд по противоминной деятельности активно разминирует участки вдали от фронта. Например, у границы с Белоруссией, где в прошлом году Украина остановила атаку на Киев. Их цель – сделать землю безопасной для гражданских, особенно для фермеров, которые не могут работать на заминированных полях. Ведь от состояния украинских полей и будущих урожаев зависят цены на зерно во всем мире. Помимо полей в стране остаются заминированными дороги, линии электропередач, жилые территории и зоны отдыха. Помогает и главный союзник Украины – США. Вашингтон отправил Киеву дополнительные 90 миллионов долларов именно на разминирование. Часть этих денег пойдет на поддержку как раз таких иностранных НКО. И эта сумма почти вдвое больше той, которую американцы выделяли Украине на борьбу с минами за все время с 2014 года. Но даже с такой помощью разминирование все равно может занять годы. Сейчас у нас минута рекламы, и потом продолжим. Не переключайтесь. Среди наших зрителей наверняка есть управленцы из области IT. Вот скажите, как часто вы сталкиваетесь с непониманием при общении с разработчиками? Часто те сильно перегружают свою речь непонятными словами. А по компании – ненужными функциями, которые сильно нагружают техподдержку. Устранить подобные проблемы можно, спроектировав контур программного обеспечения так, чтобы он был понятен всем в вашей команде. Именно эту задачу решает базовый курс управления и построения IT-контура компании. Курс задействует три основных принципа. Во-первых, архитектура ПО должна быть понятной не только разработчикам, но и всем остальным. Во-вторых, инженерные решения должны быть простыми даже в крупных комплексах. В-третьих, при увеличении размеров программного комплекса скорость изменений не должна снижаться. Не стоит бояться идти в проектирование контура. Вполне вероятно, что как только вы наведете порядок в процессах, то необходимость в постоянной связи с вами у команды исчезнет. И вы даже сможете позволить себе отпуск без телефона. На курсе вы изучите принципы DDD-проектирования и сразу научитесь применять их на практике, выполняя домашние задания и посещая мастер-майнды, где будете разбирать выполненные вами задачи на проектирование. Такие мастер-майнды незаменимы, если ваша цель создать универсальную структуру, в которой разобрался бы каждый. На встречах так вы увидите, что вашим коллегам может быть непонятно то, что для вас кажется очевидным. В США приговорили к девяти годам российского гражданина Владислава Клюшина. Основное обвинение – взлом баз данных крупных корпораций и последующая торговля акциями на основе незаконно полученных сведений. Таким образом, Клюшин смог обогодиться на 90 миллионов долларов. Но, как рассказывает Wall Street Journal, возможно, весь свой срок Клюшин не отсидит. Бывший бизнесмен плотно связан с российским правительством. По сведениям Радио Свобода, его компания разработала для Кремля программу мониторинга соцсетей и независимых СМИ «Катюша». Ей активно пользуются до сих пор. Кроме того, есть информация, что Клюшин был владельцем провластного телеграм-канала «Низыгарь». Впрочем, как утверждает Wall Street Journal, его связи с Россией к нынешнему делу отношения не имеют. Кроме Клюшина, обвиняемыми по делу проходили еще четыре бывших сотрудника его фирмы. Одного из них, Ивана Ермакова, Минфин США, называют бывшим сотрудником ГРУ. Его обвиняют в более серьезном преступлении – взломе компьютеров Демократической партии в 2016 году и вмешательстве выбора. Последствием находится он с 2018 года. То, что такая близкая Кремлю фигура попала в руки американского правосудия, повышает шансы правительства на обмен американскими заключенными из России. В первую очередь речь, конечно, о журналисте Эване Гершковиче и бывшем военном поле Уиллани, о которых обвинили в России в шпионаже. Дело в том, что, несмотря на то, что в Америке уже есть заключенные россияне, Кремль пока не спешит менять их на американцев. Видимо, не считает их достаточно крупными и важными для себя фигурами. Правительство США сейчас даже готово поменять нескольких россиян на одного американца, но в Кремле на обмен пока не соглашаются. Сам Клюшин вину не признал и планирует обжаловать приговор. Один из его адвокатов заявил, что считает своего клиента потенциальным кандидатом на обмен. Сейчас бывший бизнесмен, один из самых статусных заключенных в США и, возможно, серьезный срок заключения все же заставит Кремль пойти на обмен. Основная цель международных санкций против России — помешать Путину вести войну. Впрочем, за полтора года какого-то ощутимого прогресса достигнута не было. Российская военная промышленность до сих пор в значительной степени опирается на западные комплектующие, пишет издание Форенполиса. За время войны Кремль разработал много схем и маршрутов того, как комплектующие, в первую очередь электроника, для танков, ракет, попадают в страну. Исследования показывают, что Россия закупает микрочипы под видом товаров двойного назначения и якобы для мирных целей. Для программы освоения космоса, например. Или закупает только комплектующие тех же чипов, а собирают их уже на территории России. С посредниками здесь выступают Китай, Турция, страны Центральной Азии, Грузия, Армения. Так, в прошлом году количество американских чипов, поставляемых в Армению, выросло аж на 515%. И вряд ли это из-за того, что Ереван решил внезапно обзавестись своей Кремниевой долиной. Согласно расследованию New York Times, 97% этих чипов позже экспортировали в Россию. В Форенполисе предлагает США и ЕС ужесточить контроль над товарами двойного назначения и накладывать санкции на страны, которые выступают посредниками при торговле с Россией. Мы же можем снова сделать вывод – санкции не работают. В мире свободной торговли с таким количеством агентов спрос всегда будет рождать предложения, и рынок все равно находит свои пути. Так что Россия, скорее всего, будет и дальше находить способ оснастить свои танки с западной электроникой. Вчера российская армия обстреляла Кривой Рог. Ракета попала в здание полиции. Погиб полицейский, более 70 человек пострадали. На момент записи видео известно, что 35 из них находятся в больнице, причем двое в тяжелом состоянии. Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что ракетный удар повредил 14 административных зданий, 62 многоквартирных и 7 частных домов. Коммунальные службы вывезли с места удара 210 тонн разрушенных конструкций. Вчера украинские беспилотники снова атаковали Брянскую область. Минобороны России заявило, что с помощью радиоэлектронной борьбы подавило два из трех дронов. Глава региона Александр Богомас рассказал, что осколки одного из дронов упали на промышленное предприятие, из-за чего в соседнем административном здании начался пожар. Мышь утверждает, что речь снова идет о крупнейшем российском заводе по производству микроэлектроники «Кремний-Л». За день до этого, в четверг, его также атаковали беспилотники. Кроме этого, упавший дрон повредил здание Брянского вокзала. На время из него эвакуировали всех пассажиров. «Вчера посла Армении в Москве вызвали в МИД для жесткого представления из-за серии недружественных шагов». Это цитата. В эти шаги попали запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, того самого, который выдал ордер на Путина, а также поездка в Киев супруги премьер-министра с передачей гумпомощи, а также проведение на армянской территории военных учений с участием США. А также армянскому послу вручили ноту протеста из-за высказываний председателя надсобрания страны Алены Симоняна в адрес спикера российского МИД Захаровой. Ранее он сказал, что не будет комментировать заявление о какой-то секретарше какого-то ведомства. По некоторым оценкам, почти 2 миллиона россиян работают в правоохранительных органах. Но вот только жизнь остальных граждан не становится от этого лучше и безопасней. О том, какие проблемы есть у полиции в России, и самое главное, как их решить после ухода Путина, разберемся с социологом Кириллом Титаевым и его интервью для издания «Репаблик». Одна из причин того, почему огромный штат полицейских в России не обеспечивает безопасность граждан, это особенность российской преступности. В нашей стране преступления совершают в основном не на улицах, как, например, в США, а в квартирах за закрытыми дверьми. Поэтому просто механическое увеличение числа полицейских сократить преступления их количество никак не может. Ну, в США, например, можно больше патрулировать улицы, а тут так не сработает. Более того, по мнению исследователя, в силовых структурах сейчас есть, наоборот, проблема избыточности кадров. Когда в подчинении у начальства столько сотрудников, невозможно каждому из них дать какую-то осмысленную адекватную работу. Вот и изобретают всякие странные задания, заставляют людей заниматься ерундой. По словам Титаева, сотрудники правоохранительных органов две трети времени посвящают бумажной работе, заполнению всевозможных отчетов, журналов, готовятся к проверкам и проходят строевую подготовку. Какая от этого всего польза гражданам, непонятно. По оценкам Титаева, работа в органах может изымать из экономики до 5% трудоспособных граждан. А ведь в иной ситуации многие из этих людей могли бы делать что-то полезное. Например, водителями работают, учителями, инженерами. При этом, несмотря на такой раздутый штат, на самом низовом уровне сотрудников, наоборот, часто не хватает. К примеру, участковых. Но главная проблема российских силовиков, конечно же, полицейское насилие. Оценить его масштабы очень сложно. Титаев полагает, что примерно каждый десятый гражданин, контактирующий с правоохранительными органами, подвергается полицейскому насилию. Это сотни тысяч человек каждый год. И кажется, что и сейчас в стране царит вседозволенность и безнаказанность силовиков. А отчасти это так. Но, с другой стороны, рядовой сотрудник полиции понимает, что если начальник захочет, то его тоже можно будет осудить по массе статей. А с другой стороны, если начальство вступает за сотрудника, то он получает легкое наказание или вовсе уходит от ответственности. Это касается, к примеру, дела пытка. В последнее время режим все активнее использует силовиков для борьбы с антивоенными и оппозиционными настроениями в обществе. И да, дел таких среди общей массы немного. По самой максимальной оценке это десятки тысяч дел, и это не более 1% от всей активности органов. Большая часть полицейских напрямую в этом не участвует. Но при этом все силовики получают недвусмысленный сигнал от власти, как надо относиться к любому инакомыслю и выражению гражданами своей позиции. И это, конечно, тоже не идет на пользу правоохранительной системе. Так что же делать? Уже ясно, что после Путина реформа полиции будет одной из главных и основных задач. Для начала надо расследовать все преступления, совершенные полицейскими. Сейчас такой работы не ведется. Также, по мнению Титаева, полицию придется полностью перестраивать. Нынешняя модель организации силовиков – это не то, что можно слегка подправить и идти дальше. Вероятно, в числе прочих мер потребуется и децентрализация. Сейчас МВД – это жесткая иерархическая структура, практически лишенная контроля снаружи. Но миллионам человек невозможно эффективно управлять из одного центра. Впрочем, есть у этого всего и положительная страна. Система МВД, как и, например, судебная система, абсолютно конформна. Когда правила жизни в стране поменяются, изменят свое поведение и силовики. Как только станет ясно, что за незаконное насилие последует неизбежное наказание, то оно прекратится. Для этого надо переустроить работу полиции так, чтобы насилие стало неприемлемым и ненужным. По словам Титаева, идеально было бы сделать в России, как в Грузии при Саакашвили. Просто уволить всех силовиков и на их место набрать совершенно новых людей. Но это не факт, что обязательно. Работу институтов определяет то, как они выстроены, а не какой-то внутренний мир или убеждение сотрудников. Хорошим примером здесь служит милиция бывших социалистических стран Восточной Европы. После падения режима силовики там быстро избавились от самых идиозных практик. И работа МВД там, как утверждает Титаев, стала адекватной, хоть и пока не идеальной. Это же может произойти и в России после Путина. Вчера в Финансовом университете при правительстве России выступил президент Банка Открытия и зампред Банка России Михаил Алексеев. После выступления один из студентов задал ему наболевший вопрос. А все-таки работают западные санкции? Вредят ли они России или нет? Представьте себе танк, по которому попали снаряды. Ну вот снаряд там отбил кусок брони, но не поразил место, где сидит экипаж. И боекомплект не взорвался. Нанесен еще танку? Нанесен. Ну как бы остался танк боеспособен? Остался. Ну вот примерно так же и с нашей экономикой. Однако такой ответ студента не устроил. Молодой человек по имени Иван отметил, что экономика не может расти при дефиците бюджета в 3 триллиона рублей, а инфляция в 3 процента вообще-то не соответствует действительности. И сорвал бурные овации. У нас экономика, вы говорите, не падает. А почему же тогда у нас дефицит бюджета в 3 триллиона рублей, по меньшей мере? А иной раз даже говорят и того больше. Почему у нас инфляция высокая? То, что там говорят 3 процента, это вообще по-другому чего? У нас по факту инфляция процентов 25-30, по меньшей мере. А на определенный ряд товаров у нас даже инфляция процентов доходит до 40. Ответ кринж, конечно, но Иван молодец. Суд в Ростове-на-Дону признал эмодзи «палец вверх» равнозначным подписью в документах. Одна предпринимательница заключила договор на покупку ретро-фургона, который ей должны были доставить в определенный срок. Но безответственный продавец сроки нарушил, поэтому женщина отправилась в суд, чтобы вернуть себе предоплату за этот фургон. В суде продавец уверял, что не успел к назначенному сроку, потому что заказчице они не утвердили цвет этого фургона. Но на это предпринимательница показала переписку, в которой продавец предлагает женщине расцветку, а та на его предложение отвечает эмодзи. В итоге суд объявил, что «палец вверх» — это общепринятый знак одобрения и может считаться соглашением. Тем более, что продавец ничего не ответил, на это и не переспросил. А значит, тоже согласился. Молчание — знак согласия. Теперь он должен вернуть заказчице задаток с процентами. Минюст обновил список иноагентов. В него попали журналист Андрей Мальген, политик и бывший член Федерального полицовета партии «Парнас» Наталья Пелевина, социолог Николай Митрохин, журналист «Радио Свободы» Мумин Шакиров, мундепа из города Ефремова Ольга Подольская и солист группы порнофильма «Володя Котлеров». Всем им большая поддержка. Я как раз отправляюсь на концерт порнофильмов, поддержу их ногами. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...